Приветствую вас, Алёна. Мне кажется, что здесь сложность заключается именно в подходе к тому, что понимаете под дружбой вы, что понимает под дружбой ваша дочь и, условно говоря, я хочу общаться со своей дочерью как с подругой, какой здесь мотив. Потому что, вообще-то говоря, это очень разные вещи. Раздражение это знак, это сигнал об обиде, о неудовлетворенности, о злости, о зависти, о тревоге, об угрозе. И мне кажется, что в первую очередь в этом раздражении кроется тот вектор гармоничных отношений между вами и дочерью. Не тех отношений, которые вы хотите, которые вы хотели бы видеть, точнее, а тех отношений, которые реально между вами возможны. Он кроется там. В этом раздражение. Почему я об этом говорю? Потому что хочу общаться с дочерью как подруги. Не окрашено эмоционально никак, от слова никак. Просто хочу. Подозревать здесь есть другое желание. Потому что, ну, объективно, дочь вам не подруга. И полагаю, здесь есть какое-то другое желание. Ну, вообще, в практике психотерапии, общение с людьми, семейной терапии, специалисты крайне редко сталкиваются с ситуацией, где родители и дети становятся друзьями. Ну, потому что родители – это родители, а дети – это дети. И отношения между ними особо не дружескими они быть не могут. По крайней мере, на сто процентов. Можем быть друзьями. Но друзья предполагают равенство. Родители и дети неравны. Особенно пока их ребенок такой вот маленький, пока их ребенок не взрослый, пока их ребенок не завершеннолетний, они неравны. А значит, и дружбы полноценной там быть не может. Другой вопрос, а хочет ли вообще ваша, к примеру, рочь с вами дружить? Вы ее спросили? То есть, то, что вы хотите дружить еще, непонятно, какой мотив подарнул, а она ведь нужна, чтобы ей нужно ее желание, для этого. А может быть, у нее уже есть друзья, у нее уже есть подруга. Зачем ей еще одна? Кроме того, как думает ребенок и ребенок, тем более подросток. Как подруга себе это рассказал, а потом подруга раз и включит маму. А вы не можете не включить маму, потому что вы мать. Такие дела. Чтобы, чтобы стать подругой для своей дочери, вам нужно перестать быть матерью. Перестать быть матерью вы не можете. Так что, безусловно, вы можете подругой общаться, но это исключительно настолько, насколько это для вас возможно естественно. Вот для вас, мне кажется, это невозможно сейчас, потому что, ну, я могу предположить, что то раздражение и последующая грубость вот на дочь, как-то связано с вашим же желанием с ней дружить. Я, честно, не хочу даже предполагать, вот, потому что вариантов может быть великое множество. Мне кажется, это связано. Мне кажется, что... Такой... Эгоистичный всплеск. Вашей психической активности на дочь может вызывать чувство вины и так далее. Что вы пытаетесь... И вы пытаетесь... Скомпенсировать. Через такое вот желание. Но... Пока вы не обратите внимание на себя, пока вы не увидите то, что происходит у вас внутри, и пока вы не донесёте это дочери, то... Дочек мне больно. Ну, ну, собственно, как делают подруги, как делают друзья, когда тебе больно, ты об этом говори другу. Ты говоришь ему, мне больно. Мне больно, мне плохо сейчас, мне тяжело, мне трудно. Вот. Помоги мне. Вы же так своей дочери не говорите. А попробуйте. Попробуйте. Уверен, это будет необычный опыт. Вот так. Алена, поймите, пожалуйста, правильно. Вопрос серьёзный. А мне кажется, имеющий несколько контекстов, как минимум. Без анализа ситуации, наверное, будет невозможно дать вам ответ. Ну, такой вот, полный ответ. Вот. Поэтому, если вам хочется разобраться с этим, то лучше всё-таки, наверное, по отношению консультаций взять и во всём, как следует разобраться и как следует поизучать. и дальше уже в принципе будет понятно, в какую сторону вам нужно двигаться. Вот. Вот то, что я могу вам сказать. Вот. Дальше. Мне показалось, что вы довольно-таки эмоционально зажатые. То есть, я опять же, не могу наверняка утверждать, но мне кажется, вы крайне сдержанные. не то, чтобы это было плохо поймите правильно, но это момент, на который вам нужно обратить внимание своё. Вот. А вот такой ответ. С этим всё. Я надеюсь, что мой ответ вам поможет. Надеюсь, что мой ответ вам будет интересным. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Я надеюсь, что ну, ваш ситуация, которую вы описываете, она будет разрушена самым лучшим образом. с удачи, удачи. Я надеюсь, будет мое место. Продолжение следует...